Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам надо для себя сформулировать все же более точно свой запрос, чего именно вы хотите, потому что, когда вы спрашиваете, как мне себе помочь, это немножко странный вопрос, потому что если бы вы себе могли помочь, ну, наверное, вы бы себе уже помогли. Если бы вы могли себе помочь, то я полагаю, что вы в таком случае, ну, не обращались бы, наверное, все-таки к нам, да, то есть вы, ну, не обращались бы сюда, вы не писали бы сюда, к психологам, я имею ввиду, ну, вот, и так далее. То есть, в некоторой степени, мне кажется, что вы себя, ну, не знаю, пытаетесь обмануть, может быть, или что-то еще, говоря о том, что как себе помочь. Смотрите. Значит, вопрос у вас поставлен, я бы сказал, некорректным, да, потому что вы спрашиваете, как мне себе помочь, не копаться себе и не проводить бесед с Лунием. Ну, смотрите, если вы в себе копаете, значит, проблема все-таки у вас. И отчасти это действительно так. Потому что, ну, вы ничего не говорите-то, по сути, о том, что муж приводит вам в качестве причин для измены своей. То есть, вот, вы, значит, пишите, что, значит, он сказал, что виноваты вы, потому что плохо с ним обращались, оскорбляли при детях. Так, а почему вы это делали? Что мотивировало вас делать? Так. Что это было за поведение ваше, такое отношение к нему? Кем оно было вызвано? Каким оно было вызвано, например, конфликтом, каким оно было вызвано, противоречием? Что вы хотели этим добиться? То есть, как бы, копаться себе не нужно, а вот причины, действительно, настоящие, действующие причины, по которой вы негативно относились к своему мужу, вот, их разобрать вполне себе стоит. Дальше, значит, проводить беседу с мужем. А зачем проводить беседу с мужем? Чтобы что? Чтобы доверять, ну, к примеру, например, да, чтобы доверять мужу. Так, доверие, доверие формируется не так. То есть, доверие не да, доверие не может дать вам другой человек. Доверие вы сами себе генерируете, скажем так. Другой человек вам доверие не сможет дать, в принципе, потому что, чтобы доверять, нужно доверять себе, а себе вы не доверяете, потому что вы оставляете его, и плохо с ним обращаетесь, как он говорит. Ну, по крайней мере, вы этот момент вообще никак не комментируете. Дальше, чтобы настроить себя на позитив, опять же, нужны ваши собственные цели, чёрткие цели, нужно ориентироваться на свои чувства и быть в контакте со своими эмоциями. А мне кажется, что этого у вас, опять же, нет. Чтобы начать верить мужу, ну, не верить в себе. Я надеюсь, что в процессе разбора текста вы поймёте несколько более подробно, что это значит. Забегая чуть вперёд, скажу, что мужа вы воспринимаете, ну, не как человека, не как личность, к сожалению, в данный момент. То есть вы воспринимаете его как некий нужный вам атрибут, как некий важный для вас элемент, который вот вырвался от вас, да, и там, значит, по своей воле что-то сделал. То есть вы, мне кажется, в этом смысле забыли о том, что ваш муж человек, что у него есть своё желание, что у него есть своё стремление, что у него есть какие-то свои страхи, что у него есть какие-то слабые мечта. И самое главное, что у него есть свои потребности, которые вам, как его супруге, нужно реализовывать. Но, опять же, это не отменяет того факта, да, что он предпочёл не выяснять, как, значит, отношения, не решать проблему, а просто завести любовницу. Итак, три месяца назад, прежде всего, я узнал о его измене, значит, измена – это достаточно серьёзная история, это всегда травма, как для того, кто изменил, как и для того, кому изменил. Несмотря на то, что, ну, вам бы сказать, травмы никакой нет, тем не менее, если человек идёт на измену, то это всё равно разрушает привычные причинно-следственные связи окружающего мира этого человека. Он бросил прощение, не разрушать семью. Ну, хорошо, он бросил прощение, не разрушать семью, окей. Присели ли вы к чему-то? Приняли ли вы какие-то решения по итогу? То есть, вот, была измена, вот он просит, значит, не разрушать семью, и что? А дальше-то что? Ну, вы не разрушили семью, хорошо, а дальше что? Что дальше? То есть, вы когда свои отношения подкорректировали, чтобы не допустить больше повторений в ситуации. Вы поменяли свое поведение, чтобы не допустить повторений в ситуации. Он сказал, что ему не хватало, вот вы и говорите. А потом он сказал, что виноват я, потому что плохо с ним обращался и оскорбляли предель. Это правда ли сейчас честно? Потому что половина ответственности действительно лежит на вас. За то, что вы его оскорбляли и плохо с ним обращались. Что значит, плохо с ним обращались, это как вообще? Ну, это половина ответственности, а половина ответственности лежит на нем за то, что он выбрал именно такой способ разрешения проблемы. То есть, он терпел. Знаете? И вот выбор терпеть, это был его выбор. Который сделал он, и на который он же несет ответственность. Знаете? Какая штука, какая штука. Поэтому виноватых в этой ситуации нет, если ответственны и вы ответственны за свой вклад, в том числе в отношении с ним. Вы ответственны за этот вклад. Вот. То есть, он терпел, терпел-терпел, а потом завел, значит, любовницу. Ну, это опять же говорит о, по-видимому, по-видимому, о нерешительности, о нерешительности мужчина. Скорее, это говорит. Вот. Нежели, чем о чем-то другом. Дальше. Дальше идем, значит, все-таки мне вот очень интересно было бы узнать, значит, ну для чего все-таки его оскорбляли. То есть, ну вот, вы никак не комментируете этот момент. Но мне кажется, он важен. Вы его оскорбляли при детике, плохо с ним обращали. Как так очень? С чем это было связ... с чем это было связано? Что вам не нравилось? Что вас не устраивало, не удовлетворяло, раздражало? Там, например, ну я не знаю, напрягало, например, например, да? Вот. То есть, эти моменты, их нужно разбирать, эти моменты нужно исследовать. Если, если вы хотите, если вы хотите, чтобы у вас, чтобы у вас, ну все-таки таких историй, да? Если я больше не повторялось, если вы хотите, чтобы не повторялось больше таких историй, то нужно эти моменты разбирать. Они не всегда могут быть приятными, эти моменты. Они не всегда могут быть, как бы, ну, такими вот хорошими, но, тем не менее. То есть, понимаете, да, что у вас, с вашим мужем, в определенный момент времени наступило, как будто вот, разграничение, расслоение, отдаление друг от друга. Вот. Дальше. Идем. Что-то я узнала, для меня было потрясением и перевернуло мое отношение к нему и к семье в целом. Как? Ну вот, серьезно, как? Как поменяло отношение к нему и к семье в целом? Ну, давайте разберемся с этим, с этим моментом. Тоже. Значит, эээ, что, что-то произошло, вы как-то поменялись. А, как вы поменялись? Опять же, какую сторону вы поменялись? Интересно. Дальше. Так. Он не ожидал таких перемен и было видно, что он счастлив. То есть, я так подозреваю, я так полагаю, что то, что вы сделали, было сделано во многом для него. Правильно? То есть, вы делали, как какие-то вещи для него. То есть, вы стали лучше относиться к нему, вы стали лучше проявлять себя, как женщина, да, наверное, или как. Так. То есть, что здесь вот. Опять же, раскроете это, пожалуйста. Более подробно. Более подробно раскроете этот момент. Что вы имеете в виду под тем, что он был счастлив, там, от того, что вы стали делать? Вот, это важно. Это очень важный момент. Для вас это очень важный момент, потому что он напрямую влияет на то, как вы устраиваете отношения с людьми. Ну, в данном случае, вот, с, значит, со своему, этого. Дальше идем. Так, я узнал, что он с ней общался по телефону и виделся, якобы, чтобы сказать, что он не будет больше со мной. А это было уже после того, как вы узнали? Или как это вообще по хронологии? Ну, логически это было, как это было реализовано? И, вот, вы говорите о том, что, значит, ну, что он звонил, общался с ней, виделся. Вот. Вот. И, собственно, что дальше? Ну, виделся, ну, общался. И, что? Дальше-то что? Чем вас это так задело? Чем и почему вас это так задело? Вот. Давайте, вот момент, тоже разберем. Дальше, на счет. Однажды, я ехала к нему на работу, и шла она туда же. Опять же, и что? То есть, ну, как вы на это реагировали? Как и что вы, допустим, там, сказали своему мужу, например, как и что вы до него донесли. Вечером он по моей просьбе при мне позвонил и сказал, что любит жену и не надо искать больше встречи. Ну, то есть, по сути, это такая вот, знаете, игра мускулами. Там, получается, я поиграл мускулами, показал, что я, значит, жена, да. Я показал, что я жена. Ну, пока, опять же, да, что дальше? То есть, как бы, ну, а дальше-то что? Вы же понимаете, что легче вам не стало от этого. Не стало? Не стало. Почему? Потому что конфликт внутри вас, конфликт внутри вас. Он как был, догадался, никуда не делал. Понимаете, да? А чем мне поречь? Дальше. После этого я с ним опять заговорил, о чем он, а он просто больше этих тем не поднимать. Просил, просил, наверное. Попросил, потому что от них он уже начинает сомневаться. А сомневаться в чем? В чем он начинает сомневаться? Что снова, как-то вот, поясните эту историю, опять же, сомневаться в чем? В себе, в вас, в семье, в отношениях, в своих чувствах. В чем? Ну, делаете, делали ли вы что-то для того, чтобы у него не было потребностей, желания там взаимодействовать с другой женщиной? Судя по всему, нет, раз вы пытаетесь, раз вы хотите сделать так, чтобы он, раз вы делаете так, чтобы он звонил кому-то и что-то выяснял. Ну, то есть, не выяснял даже, а что-то говорил. Так делают люди, которые не хотят, как правило, что-ли поменять. Дальше, вроде как, и все нормально, он со мной, но я чувствую его отдаленность теперь. Ну, возможно, это связано с тем, что вы нарушили его личные границы, возможно. Возможно, это связано с тем, что вы нарушили его личные границы, потому что вы ему ну, ну, к примеру, к примеру, вы ему не доверяете. Вот. Что-то он сказал, ну, например, например, а он тот, он не ожидал таких перемен и был счастлив. и подумал, что вы там, ну, что-то для себя поняли, например, вот. А оказывается, что, ну, нет. Да, оказывается, что всё по-предему. Как бы, вот. Судя по, опять же, тому, что вы описываете. Связано это с тем, она не... А, Анастасия. Связано это с тем, что вы не принимали никаких решений в контексте, значит, того, что вы делаете. То есть, вот, измена была, вы просто поменяли свое поведение и всё. Видите, что он счастлив и всё. Понимаете, никаких разговоров, никаких обсуждений. Нет. Понимаете? Вот именно из-за этого и могли быть проблемы у вас. Очень хочется спокойствия, уверенности и доверия. Ну, так это ваша неуверенность, это ваша конфликтность, внутренняя конфликтность. Не сможем, а, внутри-внутри себя. Вот. Что так влияет? Это ваша конфликтность. Ваша, вероятно, противоречивость может быть. Так влияет. Понимаете? Да. То есть, спокойствие, вот вы пишете, да? Спокойствие, уверенность, доверие, это всё про вас. Это всё про нестабильность, которую вы чувствуете с своим мучем сначала. Потому что через-чур своё муче вы растворились. Или растворились, или растворяли. Вот. А на себя, на себя, вы не полагаетесь. К сожалению. Вот. И отсюда возникают проблемы. Такого типа. Что? Недоверие и неуверенность чувствуете вы, а отвечать за это должен ваш мужчина. То есть, это вот такая позиция, она, ну, деструктивная. Вот. Понимаете? Какая штука. Так. Дальше. Я устал на своих мыслей, пишите вы. Каких? Чего вы боитесь? Давайте по... Ну, поисследуем. Поисследуем. Это. Чего вы боитесь? Конкретно. Вот. То есть, мне кажется, что здесь вот нужно разбираться. Здесь нужно разбираться. Как и что. Дальше. Вы пишете, значит, как тебе помочь. Работать. Работать с уверенностью в себе. Подателем смартинки. Вот. Гарманизировать отношения с мужем. Разобраться в... Причинах измены. Которая произошла. Потому что это все важно. Это важная история. И вот, вообще. Тогда вы тебе поможете. Это не какое-то лекарство, которое вы приняли и все, и вам стало хорошо. Нет. Это именно работа. Определенная работа. По изменению, по корректированию себя, своего поведения, своего отношения к себе и к мужу. В результате которой эти мысли будут уходить. Ну, это есть с точки зрения психологические, психотерапевтики, потому что вы задаете свой вопрос таким образом, что можно предположить, что он обращен к эзотерикам. Вот. Я, конечно, не знаю, да? Вот. Но... Получается... Ага. В том числе так. Вот. Понимаете? Если вы хотите задать вопрос эзотерикам, то вам лучше обратиться в раздел эзотерики и там написать свой вопрос. Потому что последний вопрос, где вы спрашиваете или у нас все-таки не будет сильнее, это вопрос явно запрет на предсказание. А психологи не гадают. Вот так, я полагаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно для вас. Я хочу, чтобы вы для себя поняли несколько важных моментов. Первое. То, что недостаточно раскрыто ваше поведение. Вообще. Как, почему, что вы делаете? Вот. Никак вы не комментируете свое поведение по отношению к мужу своему. Который говорит, что вот, ты плохо там не обращалась, ты откреплял меня при детях и так далее. Как, почему, что происходило, не ясно. Дальше. Вы что-то меняете в своем поведении. Ну, то есть вот, просто что-то меняете в своем поведении. Меняете что-то так, что муж, ваш муж, он, соответственно, счастлив. Как вы говорите. Но решений никаких относительно того, как будут развиваться ваши отношения в дальнейшем, вы не принимаете. И это тоже выглядит немножечко странно. Потому что... Решения... А не нужны. Без них ни один брак не сложится. К сожалению. И ни одни отношения не получат, не получат. К сожалению. Опять же. Вот. Так что... Именно на эти моменты вам нужно обратить свое внимание. Именно на эти моменты вам нужно обратить свое самое пристальное внимание. Вот. А... Именно для того, чтобы поменять что-либо. Чтобы была возможность что-либо изменить. Вот. Вот. Вот так. Я думаю, можно вам ответить. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.